Вот такие оповещения все чаще получают жители Калифорнии. А вы подготовились? Задаются вопросом представители жилищно-коммунальных ведомств. И напоминают, что, к сожалению, Золотой Штат находится под постоянной угрозой. То землетрясения, то пожары. Последние буквально атаковали Калифорнию в этом году. Красный, повышенный уровень опасности в Южной Калифорнии объявлен с начала этой недели. В разных частях Лос-Анджелеса то и дело, виднеется дым. Если только появится какая-нибудь искра, то сразу возникает воспламенение. Так как засуха у нас на рекордном уровне. И когда дует сильный ветер Санта-Ана, то огонь распространяется с огромной скоростью. Но если ветер Санта-Ана сезонный, то нынешняя жара даже для солнечной Калифорнии аномальная. Рекорды бьются один за другим. В Лонг-Бич, к примеру, побит температурный рекорд 1965 года. А в центре Лос-Анджелеса так жарко было только в 1909 году. За один день мы наблюдали, как были побиты 9 температурных рекордов. В районе Даунтаун и аэропорта Лос-Анджелес температура перевалила за отметку 40 градусов по Цельсию. Синоптики дают надежду. На следующей неделе в северной части штата возможен долгожданный дождь. Эта часть региона, кстати, пострадала от засухи и пожаров в этом году с катастрофическими потерями. Впрочем, огненная стихия 2017 года уже названа самой смертоносной за всю историю штата. Погибли люди, сгорели сотни тысяч гектаров леса, гор, уничтожены дома. Винодельни штата понесли большие потери. Возрождение плантаций займет годы. Синоптики не берутся говорить про изменение климата. Но то, что погода становится другой, подтверждают даже они. Ангелина Богдасарян, Возген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.